с вебинарами, то есть инструментом, который нам необходим в работе, в подготовке, в проведении и в продаже вебинаров. Как я уже говорила, мы дальше будем, поработаем голосом. Вы будете меня слышать, видеть слайды и задавать вопросы. Задавать вопросы, потому что будет много сегодня нужного, интересного, полезного. И вот так мы, наверное, продолжим. Видимо, в дороге немножко у меня что-то с глазом. И будем голосом дальше работать. Хорошо, хорошо. У нас тема, которая была первой модуль 20 декабря позавчера, это вебинары, что нового, какие перспективы, 10 стратегий. Мы это все разобрали, все интересно. Вчера мы поговорили про пошаговые действия, что нужно делать, чтобы начинать вебинары, как заниматься процессом от и до, что нужно начинать с личного бренда, потом программу, потом делать лендинг-пейдж и так далее. И следующее, это третий модуль, который сегодня, это все же, с чего начать. Сайт, блог, лендинг-пейдж, как автоматизировать онлайн-проект, с помощью каких программ, для чего нужны формы подписки, для чего нужна база клиентов, какие есть партнерские программы и подключение оплат онлайн, для чего это необходимо, для чего нужны паблики, группы, мероприятия в социальных сетях. И после всего завтра вы получите три записи на свой e-mail, чек-листы и будет написано, как проконсультироваться у меня в случае, если у вас есть такая потребность, если у вас есть ко мне вопросы, вы можете бесплатно проконсультироваться, пускай по 30 минут я отвечу на ваши все первичные вопросы, что нужно делать, какую может быть вам тему подобрать, в чем у вас могут быть вопросы, с чего вам начать, ну немножко вот еще лично, индивидуально направить на следующие действия. Меня зовут Екатерина Боровик-Пенкова, я руководитель первого международного портала вебинаров и занимаемся организацией, движением, проведением вебинаров. Ну я вижу, что все, кто включились, уже присутствовали вчера, позавчера на связи, поэтому очень рады, и вы знаете, что у нас было на предыдущих модулях. Следующий вопрос, который мы сегодня будем разбирать, тоже возьмите, пожалуйста, листы и ручки, возьмите листы и ручки, и вы тоже будете сегодня много записывать. Если есть вопросы, вы, конечно, их задавайте заранее в чате, также можете добавлять меня в скайпе, в фейсбуке, там все равно можно ко мне подписаться, можно мне написать, поэтому пишите, буду рада. И мы переходим к программам, сейчас пролистаю немножко слайды. Я все время говорю, что вебинар вести обязательно нужно с камерой, и вы можете сравнить сейчас, как проходит вебинар, когда ведущий его презентует с веб-камерой и с голосом, и как только голос и слайды. То есть есть кардинальное отличие, есть присутствие ведущего, когда вы видите видео, вы видите живого человека, вы можете доверять. И есть когда голос, к этому тоже привыкаем, особенно хорошо, если вы уже видели ведущего, но если вы начинаете только голосом, если вас не знают, то это, конечно, не есть хорошо, теряется некий интерес, доверие, и можно, конечно, немножко потеряться в других сайтах и так далее, переключиться, не быть таким внимательным, когда все-таки ведущий включает веб-камеру, то вы больше в онлайне, вы больше присутствуете. Также и ваши участники тоже будут. Вы можете тоже сравнить, как идет вебинар, и так, и так. Хорошо, мы вчера с вами не дообщались немножко про навыки, да, что необходимо, какие навыки нужны. И напишите сейчас для себя просто, как вы считаете, мы делали на прошлых модулях тоже колесо, вы можете потом посмотреть записи, сделать для себя, выбрать. Но напишите, как вы считаете, каких навыков вам лично не хватает для того, чтобы вести вебинар, для того, чтобы вести вебинар. Вот прям каких вам точно один давайте напишем, сейчас мы его проработаем, и следующий вы тоже сможете так проработать, если вам это будет интересно, важно, необходим. Напишите, можете в чате написать, можете у себя сейчас написать на листе. Тот навык, который вам необходим в первую очередь. Это может быть навык технический, это может быть навык продаж, это может быть навык презентации, да, это может быть навык стрессоустойчивости, это может быть навык, там, не знаю, какой-то организованности, да, это может быть, ну, вот много навыков, да, там, пунктуальности, например, вовремя начинать приходить и так далее. Вот, любой навык, который вам в первую очередь, вот как вы думаете, почему у вас не получается уже сейчас вести вебинары, и почему вы еще их не проводили, да, платные. Да, навык продаж, вот пишем в чате. Хорошо. Для чего вам оно нужно? Напишите, зачем? Зачем? Зачем вам нужен навык продаж? Зачем вам нужен навык продаж? Чтобы что? Чтобы что? Зачем нужен навык продаж? Чтобы что? Чтобы что? Да, 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 Юля, тоже уверенность разврата, да, чтобы что? Хорошо, хорошо, когда у вас это получится, да, когда у вас не будет этого барьера, то что будет происходить? Что будет наиболее важного происходить? И напишите три шага, которые вы можете сделать уже сегодня. Три шага, которые вы можете сделать уже сегодня. для развития этого навыка. Три шага, которые вы можете сделать уже сегодня. Для развития этого навыка. Для приобретения этого навыка. И теперь уточните эти шаги. То есть нужно написать, когда вы это сделаете, в какое время, кто вам в этом поможет, что вам нужно почитать, что вам нужно посмотреть. Если там, не знаю, там сделать сайт, да, то найти, кто будет делать сайт, где вы будете искать. Если там что-то еще посмотреть там на Ютубе, почитать, проконсультироваться, да, найти себе помощника, тренера, не знаю, там, еще что-то, да, книжку какую-то купить или почитать. Или видео посмотреть. Где вы это сделаете, как вы это посмотрите, кто вам в этом поможет. Вот эти три шага распишите и добавьте конкретику. И добавьте конкретику. Если вам для этого нужны деньги, то сколько это нужно денег? Где узнать, сколько нужно денег? Где взять эти деньги? Ну, то есть конкретизируйте, да, еще больше. Кто может помочь? Когда? Где? Где? Написали три шага, да? Может быть, больше шагов. А теперь напишите, а теперь напишите, что будет, если я этого не сделаю? Что будет, если я этого не сделаю? Что будет, если я этого не сделаю? А теперь напишите, что будет, если я это все-таки сделаю. Что еще будет, если я это все-таки сделаю? И просто для себя определите, что будет, если я это сделаю, что будет, если я это не сделаю. Ну, что будет происходить? Насколько это влияет на дальнейшую вашу деятельность, жизнедеятельность, на дальнейшие ваши процессы развития, реализации, самоактуализации и так далее. И насколько это получается важно, что если вы это сделаете, и если вы этого не сделаете. Что же вам, какой же вам все-таки выбор сделать, да, продолжать это делать или не продолжать. Поставьте просто на чашу весов, да, на чашу весов и для себя определите, нужно ли вам это или не нужно, готовы ли вы это делать или нет. Насколько это для вас действительно важно, актуально и необходимо. Хорошо. Хорошо. И мы помним, что у нас есть майндмэп для проекта, да, майндмэп мы рисовали вчера с вами, когда писали посередине вебинар, когда писали вокруг проекта, да, что нужно делать, какие шаги. И одним из таких тоже шагов это подключение платежи на систему, подключение оплат, то есть автоматизация, да, от автоматизации будет идти еще много квадратиков, то есть это платежная система, это партнерская программа, это письма рассылки, это база клиентов, да, то есть это еще несколько, там, 4-5 пунктов. Ну, еще плюс, площадку, скорее всего, площадку это отдельно, да, площадка, площадка это отдельно должна быть вот так для вебинаров, там тоже много, да, еще нюансов. А вот то, что касается там платежной системы и так далее, да, вот этих всех моментов, то тогда мы это отдельно пишем, отдельно пишем. Мы вчера говорили, что необходим личный бренд, необходимо создать продающую программу вебинара, подключить подписки, подписку для вебинаров, подключить форму подписки, подключить там необходимые автоматизированные оплаты системы, я сейчас расскажу, для чего это все нужно. Для чего это все нужно. Так, сайт, блог или лендинг пэтч. Ну, на самом деле, если вы представляете себя индивидуально, вам обязательно нужен ваш сайт, да, ваш личный сайт, сайт Екатерина Боровик, сайт Людмилы Ершовой, сайт Марии Акуловой, да, то есть ваш личный сайт, кто вы на самом деле, да, какая, кто вы, да, бизнес-тренер, психолог, коуч, помощник, консультант, не знаю, да, то есть необходимо, чтобы все, да, ваше и вся информация про вас, все тренинги ваши, все вебинары, все консультации, все там, где вы выступали, там, конференции, фотографии, статьи, с кем вы сотрудничаете, там, может быть, магазин, отзывы, чтобы все было в каком-то одном месте. Да, то есть все, лендинг пэджи, это оферы с отдельными вашими вебинарами, с отдельными вашими, может быть, тренингами, там, группами, мастер-классами и так далее. Но время идет, и у вас будет наполняться, у вас уже наполняется ваш опыт, ваши знания, ваши отзывы. И нужна где-то, дом нужен, да, этому всему, чтобы где-то это все в одном месте хранилось. И когда люди заходят, они увидели, ага, они зашли в 2020 году, у вас там еще с 2016, 2015, да, деятельность. То есть это никогда не поздно начать. И чем раньше, тем, конечно, лучше, где вы будете собирать все, все свое, все свои наработки, все необходимое в одном каком-то, то есть ресурсе, да, и назвать это по своей фамилии, своим именем, да, например, Акулова Мария.ком, да, или там Ершова Людмила.ру или ком тоже, да, или там еще как-то, чтобы это было, вы туда могли все размещать. Если вы размещаете на Фейсбуке, ВКонтакте, оно теряется, лента уходит, а ваш сайт, это всегда все по полочкам. В любом разделе вы зайдете, и всегда можно найти все по полочкам, да, поэтому сайт, он же, там, можно делать блог, да, там, вы можете писать те же статьи какие-то, заметки, это вы можете все делать в одном таком, в одной базе. И отдельно уже делать лендинги для ваших, например, каких-либо вебинаров, да, то есть там, где будут храниться непосредственно ваши вебинары, там, где будут храниться ваши, точнее, представлены ваши вебинары, там, где будет конкретная ваша тема, и конкретно в вашей теме, ну, вот, этого вебинара можно найти уже непосредственно ответы на вопросы именно данного вебинара, да, именно данного вебинара или данной, там, консультации, ну, то есть то, что вы будете предлагать, то, что вы будете непосредственно представлять. Вот, поэтому, поэтому нужно создавать все, постепенно, и сайты, и там же лендинг-пейдж, да, не бояться и делать это. Постепенно есть разные ресурсы, есть разные люди, которые этим занимаются, найти то, что вам подходит, и делать это, да. Ну, вот, как у меня пример, то есть на одном лендинг-пейдж, один лендинг-пейдж, там, вот, весь этот курс программы, да, отдельно, еще размещена там с датами, с ценами, с подключенными оплатами, регистрациями и так далее. Оля, если слышно меня, напишите, пожалуйста, в чате ссылочку на конструктор лендинг-пейдж, как его тоже мы будем с ним работать. То есть у вас будет доступ на две недели бесплатный, и для тех, кто идет на курс в январе, уже мы с вами можем этот, да, этот лендинг-пейдж оплатить и работать на нем. Стоит он 590 рублей в месяц, там вы можете создавать 5 страниц, да, 5 страниц, и, собственно, там будем уже дальше делать свои лендинги, я вам помогу, подскажу, как все подключить, как все автоматизировать и так далее. Есть автоматизация онлайн-проекта, это система, одна из систем, это эконом-тулс, вы можете подключать тоже для интернет-инфобизнеса, для такой вот, для своей торговли, не торговли, что ли, как бы так сказать, да. Вот, это подключение и оплат, и подключение партнерской программы, и подключение форм регистрации, и так далее. То есть, ну вот, следующая ссылка, да, это Оленька немножко рано отдала, это следующая будет JustClick, с которым мы работаем непосредственно, да. Это система, которая помогает сделать и рассылки, и которая принимает заказы, оплаты. Такая CRM-система, партнерская программа настраивается, тоже вторая ссылка в чате, тоже можно зарегистрироваться, да. Все системы, на самом деле, платные, вы как арендуете их, как берете себе магазин, да, в аренду, это нормально, и вы можете непосредственно пользоваться ими тогда, когда вам они необходимы. Когда они вам не очень нужны, вы их можете отключать, да, отключать. Ну, когда вы работаете, тогда они вам нужны, они себя оправдывают, там, в десятки, в сотни раз, да, то есть, если вы серьезно настроены, то это просто необходимый инструмент, который нужно купить, да. Вот, как, есть инструмент у ЧВИ, да, там, машинка у стоматолога, его инструмент. А у нас этот инструмент, это ноутбук и такие, собственно, программы, в которых мы автоматизируем весь бизнес. Офис, да, тоже хорошая программа. А, вот в Econom Tools выглядит это так, вы видите, кто по каким партнерским программам ссылкам к вам зашел, кто сколько оплатил, и вам партнеры будут выплачивать ваши деньги, либо вам будут выплачивать деньги непосредственно, либо вы будете выплачивать деньги своим партнерам. Да, смотря как вы выбрали, смотря как вы сотрудничаете, либо вы можете кого-то продвигать, либо вас могут продвигать. И, собственно, от этого уже зависит, как кто кому будет давать партнерские ссылки, и кто кому будет делать выплаты. Ну, надеюсь, немножко понятно то, о чем я говорю, надеюсь, немножко понятно. Я вам еще нарисую эту схему обязательно. И нарисую эту схему. Так, сейчас попробую. Чтобы вы понимали, что происходит в записи, то, что я рисую, по-моему, не видно, но тех, кто присутствует, вы можете все увидеть. Вот здесь удобно нарисовать. Смотрите, у вас есть лендинг-пэтч. Вы делаете там форму подписки, регистрации на бесплатный вебинар. То есть люди ничего не платят, заходят, смотрят, видят, бесплатный вебинар такой-то, и есть форма подписки. После этой формы подписки куда они попадают? Они попадают в одну систему, в одну систему, да, там, где формируются их e-mail-адреса, да, то есть база такая. Вы настраиваете письма этим людям, да, которые приходят на e-mail, на их e-mail, что как бы вот такое письмо, приходите на вебинар, заходите в такое-то время, вот ссылка, да, то есть переходите по ссылке. Письмо, да, отправилось письмо. Это письмо можно отправлять только когда у вас, собственно, есть такая программа, в которую вносятся данные, и дальше вы уже настраиваете, когда это письмо отправить. В 9 часов, в 10 часов. Вы настраиваете, и они сами могут отправляться хоть через неделю, хоть через месяц, просто заранее нужно настроить, да, или там за час, или когда вам удобно. Дальше, дальше идет, а, собственно, после этого письма люди попадают в вебинарную комнату, да, вот как мы сейчас с вами. То есть вы прошли эти все процедуры, вы зарегистрировались, оставили e-mail, вам подтвердили подписку, вам пришло, собственно, письмо, да, на e-mail, и вы зашли на этот вебинар. Дальше вы зашли на вебинар, и дальше мы вам предлагаем, ну, курс, да, как это звучит, да, курс. То есть мы отправляем, опять же, вас на лендинг пейдж, и там есть кнопки оплат. Хотите дальше обучаться, вот, пожалуйста, есть полный курс. Три кнопки оплаты, вы можете выбрать, вы можете выбрать любую оплату и оплатить. Эти оплаты, они идут, опять же, в эту систему, в эту систему, да, где у нас есть там подписчики. Здесь же есть и такая внутренняя касса, которая подключена к вашему счету, к вашему ИП или ФЛП, к вашему счету, где, собственно, вы платите за это в системе процент, опять же, с каждого платежа, да, то есть у вас там уходит какой-либо процент, смотря какую вы систему подключаете. Вот, и дальше вы уже выводите деньги свои, как тренер, да, вы выводите деньги на один свой счет, на юридический счет, все официальный, который вы заранее там открываете, да, если у вас его нет. То есть вы выводите эти деньги на счет. Это когда все правильно, да, все работает, все официально. И, ну, это важно, да, это важно, все, деньги у вас здесь аккумулируются. Эти люди, которые заплатили непосредственно, да, они пришли, им дальше отправляется, что? Ссылочка, ссылочка, точнее, письмо, да, письмо, где есть информация, как зайти, куда зайти, как оплатить и так далее. То есть такая вот схема, собственно, да, ну, не трудная, ну, вначале, в ней нужно просто разобраться, все это подключить один раз, и тогда будет проще. Понятно, да, для чего нужна эта система, для чего нужны лендинги, для чего нужна автоматизированная система оплаты, для чего нужна автоматизированная, там, регистрация, да. И если вы еще говорите, Катерина, хотим, давайте с вами будем сотрудничать, да, давайте с вами будем сотрудничать, да, и вы будете получать, там, не знаю, свои 30% от продаж, например, от продаж. И вы говорите, вот, вот есть мой лендинг-пейдж, Вот ваша партнерская ссылка, и если я делаю то же самое, то еще и в базе фиксируется мой процент, который я зарабатываю, потому что все видно, все прозрачно, кто по какой ссылке зашел, кто от меня пришел, и, собственно, мы с вами можем здесь еще и посотрудничать. И посотрудничать. Ну вот так вот, если в двух словах. То есть система эти необходимы, автоматизация для того, чтобы сделать жизнь проще для работы в интернете. Если вы из Украины, например, то есть хорошая система интеркасса, есть хорошая система One Wallet, единый кошелек, и вы можете платить в интернете тоже, но это немножко отдельно. Эти системы, они не связаны с формой подписки. Это немножко разное. Вам нужно подключить, будет отдельно. Но это уже здесь индивидуально. Мы смотрим, кто как выбирает, кто какие проекты делает, и дальше мы уже подключаем. На курсе мы с вами будем подключать это все индивидуально. То есть индивидуально мы с вами будем в этом работать. Почему? Потому что на группе я еще это все объясню, еще все покажу. Включу захват экрана, вы все увидите лично на нашем вебинаре, на платном. А непосредственно уже, когда вы сделаете лендинги, мы с вами по скайпу включимся, по скайпу включимся. И я буду разбираться конкретно в ваших проектах. Вы мне дадите доступ, потом поменяйте пароли. Я зайду вам все настрою, помогу. Ну, собственно, и так вот мы и работаем. Да, собственно, так мы и работаем. Что еще? Что еще? Если по системам вопросов нет, мы тогда с вами переходим к соцсетям. Паблики, паблики, что еще? Группы, мероприятия, да, мероприятия. То есть все это необходимо. Все это необходимо для того, чтобы, для того, чтобы продвигать свои вебинары. Сейчас я вам все включу и покажу. Видно, да? Смотрите, в интернете, в фейсбуке есть несколько возможностей себя позиционировать. То есть это ваша личная страница, ваша личная по вашему имени, ваша личная страница, где вы можете размещать все, что вы хотите, собственно, да, и о своем тоже вебинаре. Но вы видите, да, что необходимо, конечно, то, что я говорила, делать фотосессию, делать баннер, делать красивую обложку, делать красивую фотографию. Люди зашли, вас узнали. Здесь необходимо писать о себе, да, кто вы, да, вот здесь запомнить информацию о себе, то есть это там ваш скайп, ваш телефон, где вы там, может быть, учились, там, дату рождения и так далее, и так далее. То есть необходимо заполнять то, чтобы человек зашел и сразу увидел, о чем с вами можно там общаться и так далее, да. То есть это важно. Есть, помимо личной странички, есть, помимо личной странички, есть паблик, это публичная ваша страничка, это публичная ваша страничка. Она может быть паблик проекта, да, то есть у нас есть страничка, у меня это просто вебинары, да, потому что деятельность вебинара. Если вы психолог, вы можете сделать психологию или там, не знаю, у нас еще есть метафорические карты или еще что-то. То есть это публичная страничка деловая. Здесь лайки, здесь нравится, здесь друзья не добавляются. Здесь вы добавляете просто информацию о своих проектах, какие-то там еще вопросы. У меня еще есть там гид по вебинарам, например. То есть это уже больше такая публичная деловая страница для того, чтобы раскручивать ваш личный бренд и то, чем вы занимаетесь. Здесь могут быть видео, статьи только на эту тему. Никаких там остальных здесь быть не должно. Только ваша тема. Есть группы, в которые вы можете тоже объединить людей по интересам, создать свою целевую аудиторию непосредственно. Вот видите, сколько людей хотят все время вступить в эти группы. Я добавляю тоже, уже сами люди добавляются, сами люди спрашивают. Вот. И здесь вы можете сделать такие, как бы, либо разделы в группе, либо все, когда хотят, тогда и пишут. Да, когда хотят, тогда и пишут. Я делаю разделы, мне так удобнее, например. Ну и делаю группу закрытую. Ну вот мне очень нравится у Виктории Голобородовой метафорические ассоциативные карты. Она, конечно, там только целевая аудитория, там много техник, там много полезных инструментов, там люди заходят, делятся, делают репост. Ну вот такие, такой контент важный, нужный, он необходим. Да, он необходим. И, ну, сейчас вам покажу, да. Если у вас есть какая-то тема, какая-то у вас тема, тогда вы можете делать такую группу и уже на эту тему приглашать свою целевую аудиторию. И там вот все, что вы там разместите на вашу тему потом, да, там может быть взаимоотношения, родители, дети, все люди будут читать, потому что они подписались на эту тему, да, здесь много инструментов. Им там нравится, они задают вопросы, они в своем, так сказать, сообществе. Вот, видите, что я разместила, и уже тут 47 лайков и комментариев много. Ну, то есть это такие живые, живые диалоги здесь, поэтому группы отличаются. Но если у вас есть время, ну, тем, что там хороший контент, если у вас есть время его вести, если у вас есть время этим заниматься. То есть бесплатные инструменты в Фейсбуке – это ваша личная страница, это ваш личный деловой паблик, это ваши группы, и вы здесь можете создавать бесплатно, опять же, мероприятия. Вы можете создать здесь, написать, да, что такое-то мероприятие состоится тогда-то, тогда-то, и приглашать всех своих, там, друзей, недрузей, в гости. Вы можете добавить здесь баннер красивый, да, добавить баннер, добавить, что вы это делаете от себя, добавить, когда будет это мероприятие, там, дату, время, и добавить описание, ссылку, где можно зарегистрироваться. Не пишите, что регистрация там, да, потому что люди теряются. Нужно, чтобы они перешли, зарегистрировались и уже дальше там вот как бы, ну, подтверждали, да, подтверждали свои участия. Ну, вот, вот, совершенно-совершенно много разных людей делают мероприятия, приглашают людей, вот, Ирина, моя коллега, тоже, да, создает, но это вживо, это не вебинар. Вот, поэтому здесь уже дальше люди пишут, да, собираются посетить, интересуются, и дальше непосредственно с ними вам нужно связываться, да, когда, что, как, там, оплатить, идете, не идете и так далее. Понятно, да, понятно, что, что здесь. Что еще, какие еще есть инструменты? Это, конечно, наш YouTube, да, на котором вы размещаете свои видео, вы делаете свои каналы, вы делаете здесь хэштеги, вы делаете названия, люди вас находят тоже. Кто люди смотрят, ну, неизвестно, да, но смотрят, тем не менее смотрят очень много, там, тоже подписываются, люди смотрят, пишут там какие-то комментарии на какие-то видео, да, которые больше просмотров, соответственно, у нас есть разное количество, больше тысячи просмотров, если дольше, да, там, какие-то темы, и только-только мы подключили. Все темы очень разные, поэтому вы создаете свой канал и тоже обязательно размещаете, и ваше видео потом видно в Яндексе, в Гугл, да, люди могут потом ваше видео посмотреть, почитать, почитать, говорю, посмотреть, связаться с вами, да, через видео на YouTube. И, конечно, есть еще у нас страничка ВКонтакте, есть еще у нас страничка ВКонтакте, ваша личная страничка. Тоже, да, видите, что у меня все очень тематическое, да, я ухожу периодически в личные темы, я ухожу, добавляю какие-то фотографии свои личные, естественно, свою музыку, свои какие-то переживания, может быть, чувства, свои события, вот, тем самым тоже видно, что я живой человек, не просто реклама, не просто, да, там, продажи, а есть тоже какая-то жизнь, которая, ну, которая, там, ну, на 10% где-то она открыта, да, и это тоже всегда важно показывать, а кто вы, как человек, да, и люди, которым вы нравитесь, они будут вам доверять, они будут с вами работать, они будут с вами сотрудничать. Ну, конечно, здесь много очень по работе, здесь все, что происходит у меня в работе, в 100% вебинары, трансляции, мастер-классы, встреч, все выкладывается в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, да, вот недавно делали тоже такую онлайн-трансляцию уже по дизайну ногтей, да, маникюр, то есть все реально, все работает, и когда говорят, как, как, ну, вот так, да, вот, как говорится, все нужно, все, сейчас техника и сервис настолько автоматизировать можно и все можно настроить, что можно даже, вот, дизайн ногтей, да, проводить для мастеров маникюра онлайн и получать очень хорошие результаты и продажи и так далее. Вот, то есть пробуйте, делайте, это очень интересно, это очень важно, и это очень нужно, и любую тему можно запустить, и ВКонтакте здесь тоже есть личная страница, здесь есть группы, здесь есть паблики, но здесь больше всего работает, это реклама, вот это слева, таргет, настройка таргета, о чем мы с вами будем, что мы с вами будем делать на нашем платном курсе в январе, что мы будем разбирать, настраивать, и вы увидите, узнаете, как там подключать, как смотреть конверсию, как смотреть статистику, как пополнять бюджет, да, как ставить, сколько стоит клик и так далее, и так далее. То есть примеры есть, и вы будете работать. Да, понравилась работа с двумя камерами, да, одна камера, соответственно, на тренера, другая камера на ногти. Это все можно делать и в арт-терапии, и в рисовании, да, одну камеру направлять на то, что человек делает руками, рисует, вяжет, я не знаю, там, да, на что-то еще, там, как думаете, да, там, какие-то хендмейт, да, делать руками. Вторая на тренера на лицо. Это прекрасно. В этот же момент мы можем еще подключить другого тренера и с другой стороны. То есть на самом деле идей может быть много. Главное вам ваш профессионализм, ваше высокое разрешение. В чем вы, да, в чем вы профи и в чем вы, да, уверены, что вы можете делать. Вы знаете, интересно, как это технически выполнено. Ставьте любую задачу и все это технически мы все это делаем, организуем. Ну, вот это настолько реально, ну, по сути, знаете, даже вам больше скажу, это настраивается там, ну, где-то пять минут, да. То есть, знаете, да, этот анекдот про человека, который, ну, я не помню, там, сантехник, не сантехник, какое-то оборудование, да, пришел, и один человек такой был в городе, и когда спросили, сколько стоит его работа, да, там, нужно что-то настроить. Он сказал, 10 тысяч, там, долларов. И он пришел за одну минуту это сделал. И они говорят, ну, а как? Он говорит, главное знать, на какую кнопку нажать, да, и это можно сделать, а то, сколько я этому учился, да, это уже и стоит, соответственно, дорого. Но я этому училась с 2009 года, 7,5 лет. Вот, поэтому сейчас могу это сделать там за одну-две минуты, да, что-то. Но, конечно, сейчас уже все намного идет вперед. Конечно, сейчас вы можете это все тоже узнать, прочитать, посмотреть, спросить, да, и это все работает. Ну, как любой, как любой навык, как любой, берем любую деятельность, да, любая профессия, стоматолог, парикмахер, переводчик, да, долго учимся, потом быстро, быстро это делаем. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, в принципе, все. Мы на сегодня основные вопросы с вами разобрали. У нас впереди ждет нас Новый год. В первую очередь нас впереди ждет онлайн-курс, ведущий вебинаров. И группа наша там собирается прекрасная. И я буду рада видеть всех, кто планирует подключиться, планирует участвовать, планировать начинать, да, в Новом году эту прекрасную новую профессию, это направление, сделать себе такой, так сказать, подарок, да, и уже трудиться. Записи, можно приобрести записи. Если вы не хотите ждать, если вам неудобно время, на портале вебинаров.ком вы можете приобрести записи, заниматься в своем свободном режиме, консультироваться со мной по скайпу и, собственно, да, работать как бы без группы, но индивидуально. Вы будете первой везде в соцсетях, в Google, в Яндексе, ваша фамилия после того, как вы начнете вести вебинары. В январе мы начнем с формирования вашего личного бренда, создания продающей программы вебинара, создания лендинг-пейдж непосредственно, создания, подключения форма палаты, подписки. Я здесь, я никуда не потерялась, кто меня еще не видел или подключился. Вот, так что будем подключать форму подписки, форму оплаты, продвигать вебинары в социальных сетях, в Яндексе, проводить бесплатные и платные вебинары и подключать, да, все. Вы будете заниматься, вы узнаете, как продавать, как проводить вебинары. Вам будет очень легко, знаете, ввести любую ситуацию. Меня, на самом деле, сейчас вообще никакая ситуация не беспокоит. Сколько людей пришли на вебинар, работает веб-камера, там, как или что, да, как, если трудный участник или нет. Настолько большой уже, да, иммунитет и стрессоустойчивость в этом деле, что все, что бы ни происходило, все, значит, так и происходит. Значит, так и нужно, так и важно. Я занимаюсь своим делом, и даже если, как, знаете, профессиональные актеры говорят, да, даже если один человек, если актер выходит и один человек в зале присутствует, да, то уже, значит, это все делается не зря. Значит, где-то какой-то важный проект может реализоваться. И вот благодаря, вот недавно даже люди смотрели записи, и буквально позавчера, да, обратились, обратились из сообщества детских домов для того, чтобы подключать вебинары и обучать детей, ну, через вебинары, и родители там, которые приемных, да, и их опекунов. Ну, в общем, новым, новым тоже каким-то вебинаром. И сейчас мы тоже начинаем такой социальный вопрос, если дальше нас там выберут. Мы предложили тоже свои, так сказать, свою базу, свою площадку безвозмездно. И вот дай бог, да, чтобы это могло применяться в таких вот интересных, важных, нужных каких-то вещах. И есть и студенты, да, у нас тоже, и разные социальные, и для сотрудников. То есть никогда неизвестно, где же ваш проект, где ваша тема может быть полезной. Может быть, сегодня вы только задумываетесь. Вот знаете, я единственное, о чем прошу, это не задерживаться, да, не из-за ваших каких-то внутренних, там, технических или еще каких-то сложностей не делиться с другими людьми тем, что вы знаете. Вот это меня беспокоит, да. Когда вы знаете, как помогать, там, например, мамам или, там, деткам, или вот у нас был проект для работы с детьми с ограниченными потребностями. А есть люди, которые живут где-то далеко, и они не могут обучаться, они не могут оплачивать дорогих специалистов. Но им эти вебинары, они нужны как воздух, да. И когда у вас есть такие темы, вот не будьте жадными. Вот такое слово сегодня скажу, да. Просто, ну, меня иногда это очень сильно трогает, до слез даже где-то, да, что люди знают что-то и молчат. А вебинары — это тот ключ, тот инструмент, который поможет вам открывать. И не важно, иногда даже сколько вам будут за это где-то платить. Иногда, наверное, какая-то больше сердечная, да, вот, или душевная отзыв, да, он иногда больше и важнее, чем какой-то финансовый. Вот, поэтому я, наверное, больше всё-таки за эту сторону и за какие-то такие процессы, да, которые вы также можете создавать, творить и передавать другим людям. Ну, наверное, на этой философской ноте мы будем завершать сегодня наш вебинар. И это мой крайний вебинар уже, не буду говорить последний, крайний вебинар в этом году. Поэтому этот год был насыщенный. Я вас поздравляю с тем, что вы делаете, тем, что вы выбираете, тем, что вы планируете. Всем желаю огромной удачи. Вот мой Facebook, вот мой Skype. Вы можете добавляться и можете оплатить программу, если вы выбираете, участвуете. И дальше пакет Start, пакет Professional, пакет Guru по стоимости, которая действует до 1 января со скидкой. Можете сделать полную оплату, можете сделать предоплату. Там можно по ссылочке выбрать. И, то есть, когда вы выбираете предоплату, у вас остается эта стоимость. И до 16 января вы можете оплатить вот эту минимальную стоимость. То есть, сейчас сделать предоплату 900 рублей, 1000 рублей, 300-400 гривен. И связаться со мной. И уже до 16 января потихоньку, там, 3 недели оплатить все остальное. Мы с вами решим технические вопросы, стратегические вопросы продаж, продвижения. И вопросы смысла жизни, деятельности. Поэтому я надеюсь, что кто участвует, включайтесь. Спасибо Юлию, Раису, Татьяну и остальным. Буду очень рада вашему участию. Всего доброго. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok